Для меня самое главное было это не ударить грязь лицом, потому что я в этой станице родился, вырос, мы выпекаем больше семидесяти наименований продукции. Когда мы уходим от муки и непосредственно начинаем заниматься проращиванием зерна, у нас практически все тритикали идет в производство. Мы стараемся сейчас брать винители, осемененные непосредственно американскими быками. Вы фермеры уже с большим стажем, да? С 92-го. О, так это можно сказать с первой волны. 25 гектар, первое количество земли, которое было. Потом, через 10 лет развития здесь вызвали меня в район. Наш глава, тогда был Виталий Владимирович Пушкин, и предложил возглавить хозяйство, колхоз имени Кирова. А хозяйство большое? Хозяйство? Ну, колхоз Кирова тогда было где-то в районе 6,5 тысяч, 7 тысяч. Здесь и поголовье, и животноводство. До этого у меня опыта не было работы с животноводством. И, естественно, для меня самое главное было это не ударить грязь лицом, потому что я в этой станице родился, вырос, знаю, люди меня знают. И поэтому здесь, конечно же, такое, как бы, получается, доверие мне дали. И, естественно, для меня самое главное нужно было оправдать и сохранить ответственность за порученное дело, которое мне доверили. За людей, которые здесь работали, для того, чтобы сохранить рабочие места, для того, чтобы хозяйство не развалилось. А дальше задача была развиваться. И, конечно же, с чего начали, это важно очень для нас было сохранить преемственность поколения. То есть те люди, которые работали в хозяйстве, естественно, у них был большой опыт работы. Ну, к сожалению, условия так сложились, что, так сказать, оно было на боку. Оно могло просто распасться и все. И, конечно, многие бы люди остались без работы, ни животноводства. Ничего, как мы видим, многие, судьба такая вот, больших хозяйств, она вот, к сожалению, судьба такова, что вот это и случилось. В 90-е годы в людях убивали веру. В веру в хорошее, в доброе, во все лучшее, справедливость. Это культивировали все время на протяжении, ну, как бы, вот долгих лет нашей истории еще в тех годах. И потом вдруг наружу вылезло то, что хамство, беспредел вот этот весь. То есть падение нравственности, морали. И, конечно, это для людей было очень и очень больно. Конечно же, нужна была первая задача, это вот вернуть людей веру, что можно и в таких условиях работать, трудиться, нормально жить. Мы в то время не уволили ни одного специалиста там, ни одного руководителя. Ну, естественно, там какие-то были смене, но практически все, кто вот работали, так скажем, при должностях, они отработали до пенсии, даже некоторые на пенсии работали. И потом ушли только по собственному желанию, мы никого не увольняли. Попытались поменять мировоззрение в отношении к делу. То есть, я считаю, нам это удалось. То есть, сформировать коллектив, взять все лучшее, все, что было, скажем, до 90-х годов. А тогда у нас очень-очень много было хорошего в то время. И соединить вот с возможностями, с возможностями вот уже нынешнего нашего времени. Почему мы КХУ части назвали? Кому как удобнее. Кто хочет коллективное хозяйство, кто крестьянское хозяйство, понимаете? И нас вот иногда к фермерам относят. Стеневосые мы достигаем хороших результатов. И у нас задача была, вне зависимости от природных условий, у нас было стабильное урожай из года в год. Ну, понятно, что против природы, как бы, здесь сонона влияет на все это. Но нам удалось, как бы, минимизировать это. Поэтому, как бы, результаты урожайности у нас практически всех культур повысилась. Вот, и тем самым, естественно, себестоимость снизила. Ну, и что касается животноводства, на сегодняшний день мы доим молока больше. У нас сейчас 600 коров дойного стада. Раньше было 1200 голов. Но мы доим больше, чем... Ну, примерно или так же, или чуть-чуть больше, чем раньше, когда вот... Когда присоединяли, да? Да, когда присоединяли, ну, тогда что тогда? Тогда, к сожалению, и коров-то кормить нечем было уже под Новый год. Кормов практически не было. Одни долги были. Ну, долги все мы отдали. Сейчас мы модернизируем, строим, еще ферму, увеличиваем поголовье. Потому что у нас практически своя переработка молока. И, естественно, нам нужно, чтобы было именно свое молоко. Потому что задача наша, чтобы на прилавках было хорошее, качественное, вкусное молоко. Чтобы человек, который покупал нашу продукцию, он не был обманут, что она все стоит эти деньги. А она оправдывала его ожидания. Можно ли развивать хорошее хозяйство многопрофильное? Ну да, у нас вот и семеноводством занимаемся, у нас мельница своя, хлебопекарное свое производство. Довольно-таки оно развито. Мы выпекаем больше, наверное, 70 наименований продукции. И с сетями работаем. Это мы тоже развиваем, стараемся развивать. Я думаю, у нас это получается. Потому что мы двигаемся вперед. Сейчас еще дополнительно настроим кондитерский цех. У нас, как вы сказали, перегрузчики, комбайны. Все современно. У нас комбайны в период разгрузки не останавливаются. Все комбайны работают, они на ходу выгружаются. То есть экономия времени. Естественно, на бункерах-перегрузчиках мы экономим. И на комбайнах они нам замещают. Комбайна 3-4 они замещают нам. То есть нам не надо покупать дорогостоящую технику. То же самое и по количеству автомобилей для вывоза зерна с поля. Тоже они как бы бункер-накопитель не накапливают. И, естественно, простоев нет ни у комбайнов, ни у автомобилей. То есть машина подъехала, краю поля загрузилась и уехала. Поэтому как бы вот здесь есть экономия, конечно же, и такая приличная. И временной фактор здесь мы экономим. То есть время драгоценное не тратится на то, чтобы комбайн останавливался. Также мы и комбайны у нас, чтобы избежать поломок в период уборки, мы предложили своим, так сказать, фирмам, с которыми мы работаем, которые с сервисным обслуживанием у нас, с комбайнов работают, мы им предложили такой вариант, что они нам делают полностью диагностику в зимнее время, так скажем, в межсезонье. Вот, они делают диагностику, мы по их рекомендациям покупаем запчасти, все это ремонтируем. Но они потом отвечают за все поломки комбайна, которые случаются в период, компенсируют нам это, да. Ага, интересно. Просто есть такая услуга сейчас? Ну, некоторые соглашаются у нас, да, и, естественно, у нас снизилось, количество простое. Но сейчас, опять же, корректировка времени, это сейчас вот такие условия и проблемы иногда с запасными частями. У нас вот импортная часть техники есть, и, к сожалению, уже, ну, насколько это будет возможно, мы не знаем. Потому что вот здесь определенные, так сказать, изменения произошли. Но, тем не менее, мы стараемся, вот сейчас у нас, ну, покупаем нашу, Руссельмашевскую технику, и также предлагаем вот им такие условия. Сейчас в стадии переговоров, насколько это будет возможно, мы посмотрим. Первые дилеры, которые мы предложили, это были дилеры, зарубежные дилеры? Ну, да, ну, у нас практически вся, в основном, зарубежная техника. Поэтому она высокопроизводительная, естественно, как бы мы отдавали ей предпочтение. Но сейчас надо отдать должное, вот сегодняшняя комбайна, которая Руссельмаш выпускает, Торум, ну, я хочу сказать, очень такого достойная, да. Вот мы купили Торумы, пять комбайнов, и, в общем-то, не жалеем. Тритикалия, ну, на самом деле, не требует больших затрат к производству. Есть у нас земли, почва, которым очень малоплодородна. Там, где мочеки, допустим, или вообще осадков, наоборот, мало, где засолены, или еще там что-то. Ну, как бы вот в этом случае Тритикалия очень, так сказать, востребована. Если взять пшеницу и Тритикалия, если разместить на этих участках, то по себестоимости Тритикалия будет выгоднее посеять, чем пшеницу. Поэтому другие там говорят, что куда ее водить. На самом деле, применение Тритикалия очень такое обширное. Мы, к примеру, выпекаем из Тритикалия ценно-зерновой хлеб, и он большой популярностью у нас пользуется, потому что он выпекается из проросшего зерна. И для людей, которые хотят похудеть, и которые следят за своим здоровьем, они с удовольствием этот хлеб наш покупают. Ну, животноводство. То есть мы развиваем животноводство, и Тритикалия, конечно, нам просто необходима для животноводства. Количество белка взять, и количество массы, то Тритикалия выходит на такие вот лидирующие позиции. Ну, то есть стараемся мы применять его. И у нас очень много семян берут. Здесь в Белоруссии, белорусы покупают. Там тоже для животноводства его высевают много. Поэтому тут даже наши, так сказать, местные жители берут Тритикалии, которые там покупают у нас эти семена, говорят, что яйца носка с курей, улучшилась. Не знаю, как, на сколько, но это вот их мнение такое, что яйца вкуснее, там стали по вкусу другие. И, значит, яйца носка, если они привели, то есть и количество, и качество. Хлеб из Тритикалия я начал печь давным-давно. И, собственно, к сожалению, не совсем нашел правильный подход к нему, потому что в чистом виде Тритикалия очень сложно выпекать. Очень капризный хлеб. Тритикалия – это гибрид пшеницы и ржи. И поэтому количество сочетаний генов того или другого, разное сочетание, да, в разном сорте, приводит, соответственно, к разным показателям самого зерна. И по-разному реагирует на технологическом процессе. Поэтому процесс достаточно сложный удержаться в жестких рамках со сложным сырьем. Достаточно сложно без всяких химий и стабилизаторов и тому подобное. Поэтому, ну, собственно, от хлеба Тритикалия я отказался. Плюс к тому, что, ну, собственно, само Тритикалия была еще и... Самая мука из Тритикалии, которую, собственно, мы, собственно, первые начали делать. За счет небольшого выхода, оно достаточно большое по себе стоимость. И поэтому хлеб, в общем-то, для нашего региона достаточно дороговатый получался. Когда начинали, вы пекли хлеб из Тритикалии так, как если бы выпекли его из обычной пшеничной муки, да, то есть смололи зерно на муку, замесили, он не поднялся. Нет, он очень поднимается, но он делает это по-разному, да. Он по-разному это делает, и поэтому очень трудно его стабилизировать. Грубо говоря, вот захочет, он так порвет, и порвет там все. А вот захочет, не захочет. То есть такая капризная мука достаточно. Пошли в другой способ, как бы, который экономически совсем другой дает, как бы, результат. Потому что, когда мы уходим от муки и непосредственно начинаем заниматься проращиванием зерна, у нас практически, мы, все Тритикалии идет в производство. Да, достаточно хлопотно получается, но достаточно стабильный результат. Раз, и экономически это достаточно, ну, целесообразно. Потому что, честно говоря, хлеб из Тритикалии, вот, в нашем регионе, ну, люди, вот, я имею в виду, в чистом виде, да, ну, пшеничный хлеб, белый хлеб, да, собственно, как-то не совсем было народу понятно, чем он такой вот особенный, да, что-то вот смесь ржи и пшениц, и гибрид, в смысле. Если уже отталкиваться к определениям хлеба, то, собственно, его даже хлебом-то назвать нельзя, с точки зрения официального определения хлеба. Потому что хлеб – это продукт, который содержит, состоит из муки, воды, соли и дрожжей. Вот так вот звучит, собственно, хлеб. Что такое хлеб, да, вот откройте что угодно, да, там, и вот, в том числе и ГОСТовское определение. Вот в нашей ситуации там нет ни дрожжей, там нету ни муки, остается, собственно, зерно чистое и соль и вода. Мы его проращиваем, да, проращиваем, и потом через диспергатор, ну, это такая вот большая по-русски мясорубка, да, только, ну, своеобразная, там несколько сразу проходят линий промышленная, и через диспергатор его, собственно, измельчаем, это прямо влажное, это зерно пророщенное. И вот эту массу просто выпекаем, естественно, вот такая ситуация. Поэтому, да, он, в общем-то, достаточно плотный продукт. Вот эта булочка, вы видели только что, да, вот она 500 грамм, собственно. Он достаточно плотный, вкус, ну, на любителя, например, я ем только его. Вот как только начали производить, я больше другого хлеба не ем. Ну, и самое главное, что у него очень много уникальных качеств, увеличенный гликемический индекс, потому что нет муки, значит, эти длинные и большие зерна крахмала долго разлагаются, поэтому гликемический индекс не поднимается у человека, который его кушает. Поэтому сахарным диабетиком, пожалуйста, этот хлеб без проблем можно есть. Плюс в фитнесе, я вам показывал, да, при стандартной, в 100 граммах стандартного белого хлеба, это 250 килокалорий, а здесь 110. То есть, пожалуйста, вы кушаете, вы очищаетесь, вы не дотрачиваете, вы не потребляете лишних калорий. Третий момент, он нет дрожжей, то есть мы не засоряем свой организм, в общем-то, не совсем для нас естественной культурой термофильмами дрожжами. По муке, в частности, у нас уже есть предложение, да, сейчас, ну, мы уже и поставляли на заграницу муку, и сейчас вот есть предложение у нас тоже, это одно из направлений развития нашего, так сказать, производства, это тоже поставка муки. Ну, очень много мы собственных целей муки используем. Вот, семеноводством мы, уже говорили, занимаемся, и у нас вот на экспорт уже в несколько стран мира вышли, делаем поставки. Ну, плюс еще другие регионы нашей страны покупают. Начинали мы с мелкорозничной торговли, ну, а потом уже сети. Ну, точно, да, как и хлебобулочные изделия. Начинали мы с мелкорозничной, а сейчас уже мы практически во всех сетях предоставили. И нас еще просят, чтобы мы увеличили количество поставок, но, к сожалению, мы не можем еще пока что увеличить. Уже в другие регионы сети просят, чтобы мы поставляли свою продукцию. Утром позвонили, сказали, срочно документы нужно готовить для того, чтобы там получить какие-то там субсидии или еще что-то. Тут же быстро все это самое. Вечером уже там. Ой, а вы не успели. Извините, вы не успели. И все. Ну, что сделать? Ну, вот так вы, не мы виноваты. И все. Да мы ладно, не виним. Чего-то? Или там, допустим, субсидирование процентных ставок по кредитам. Там, вначале озвучится одно, потом оказывается, что нет средств. Ну, как бы, ну ладно, нет средств в этом, ну, как бы, ну, нет и нет. Мы должны планировать, мы должны знать. Если нет, мы должны знать, что их нет, что их не будет. Что мы должны план строить совсем по-другому, развитие. Да, вот здесь, на этой группе, когда здесь коровы стояли, доили, здесь работала моя мама. Я часто был на этой ферме, помогал ей ухаживать за коровами, кормить. Раньше же вручную кормили, поэтому это делать часто здесь быть, помогать ей. Сейчас мы находимся на ферме номер один, где находится молочное стадо нашей организации. Значит, на сегодняшний день у нас фуражных коров 602 головы. Всего на ферме у нас находится 920 голов. Значит, остальной шлейф входит как не теля, и телочки, и бычки группы 0,3, и телочки группы 0,6. Далее мы отправляем после 6-месячного возраста телок на другую ферму непосредственно, на выростковую. Бычков на откормочник. У нас всего три фермы. Но успешность, думаю, каждого дела заключается в его рентабельности. Я считаю так. Само собой, чтобы была большая рентабельность, нужно больше доить молока. Чтобы больше доить молока, нам нужно сначала подготовить корову, вырастить, начиная его с теленка. Потом второе. Это нужно непосредственно заготовить структурные корма. Это сено, сила, сенаж. Потому что они являются основными для коровы. Если они будут первого класса, значит, само собой, корова даст нам больше молока. Мы концентратами только дополняем рацион. Также необходимо, чтобы корова больше давала молока. Это, само собой, микроклимат. Это тоже большой играет роль. Ну и, само собой, играет роль еще и генетика. Стараемся мы брать с высоким потенциалом. В первую очередь мы изучаем родителей, нителей, которых мы закупаем. Закупаем мы их в Вологде. Ну и, само собой, потом, которые нам не подходят. Допустим, мы смотрим, что эта телка, которая стоит, нитиль осеменялась, допустим, осеменилась аж с пятого раза. Само собой, если она, телка осеменялась, осеменилась аж с пятого, значит, с коровой это будут проблемы еще больше. Также смотрим первое осеменение, когда произошло. Вот первое осеменение должно 13-14 месяцев. Также смотрим на генетические показатели непосредственно матери. Сколько мать дала молоко за 305 дней лактации. Потом на жизнеспособность. Также смотрим и на отца. Мы стараемся сейчас брать нитилей, осемененные непосредственно американскими быками. Потому что крути не крути, но американская селекция. Будет получше нашей. Селеванное селье мы используем непосредственно на телках. Но тоже только не в летний период. В летний период осеменение в связи с жаркой погодой у нас здесь на Кубане как бы проблематично из-за цены. Уже в июне, июль, август мы традиционным осеменяем. Значит, выход телят у нас невысокий, потому что мы боролись два года упорно с лейкозом. Вот в этом году мы наконец-то закончили. У нас в этом году будет всего лишь где-то около 65-69%. А так, если бы, конечно, мы не выбраковывали бы скот, было бы намного выше. Значит, мы в первую очередь, это лейкозное, мы выделили стадо и убрали в другие корпуса, чтобы непосредственно ни на дойке, ни где они не встречались, никак не соприкасались. Там были отдельные люди, отдельные доярки. Путем селекции будем выводить ядро стада, которое непосредственно нам даст больше молока, больше продукции. В том году мы надоели, значит, 8-940 на корову. Это тоже невысокий показатель. Ну и в этом году мы где-то, если все нормально, надоем 9,5. Ну это уже больше, чем в том году. Ну это тоже из-за того, что первотелок у нас количество, много обновили стадо, позавозили их порядком, на сегодняшний день 52%. Ну а первотелки, по первому отелу корова дает всего лишь 75% молока от взрослой коровы. Поэтому на высокую продуктивность их не приходится надеяться. В Советском Союзе могла корова жить и до 18, и до 16 лет, когда ее неинтенсивно использовали. На сегодняшний день в среднем корова живет, это три лактации. Это где-то 5 лет, около 5 лет. Есть у нас, конечно, это старые коровы, есть и шесть лактаций, одна даже по седьмой есть. Ну и неплохо даже дают молоко. Ну на сегодняшний день у нас белок 3,4, жир 4, ну курсирует 3,9, 4,1. На сегодняшний день 4,1. Ну это мы добиваемся путем кормления. Белок, в первую очередь, это показывает обеспеченность коровой энергии. Если корове дали достаточное количество энергии, сколько ей требуется, само собой она молоком тебе отдала. Концентрированные корма считаются энергонасыщенными. И чтобы сбалансировать рацион, нам необходимо их водить. Если, допустим, не хватает энергии, которую я ввожу с углеводами, с клетчаткой, с белком, конечно, да, мы сегодня работаем с пальмовым жиром. На сегодняшний день высокопродуктивные получают 300 грамм жира. Балансируем протеин белковыми кормами, энергию, если не набираем, приходится давать жир. Также мы используем энергетики на ватильных коровах. Это те коровы, которые дают молоко больше, чем поедают на это молоко. В первую очередь мы сделали все, чтобы задействовать полностью потенциал животных, генетический потенциал. Мы создаем им условия, чтобы не было, допустим, влажности высокой. Вот у нас стоят вентиляторы, стоит орошение. В общем, создаем мы комфорт коровам, потому что от комфорта это очень много зависит. Также микроклимат, но если не заниматься, это 4-5 литров нет просто-напросто. У нас непосредственно силосные траншеи. Мы в траншеи заготавливаем корма, укрываем пленкой. Также при заготовлении кормов мы применяем закваски различные. Ну, берем молочнокислые бактерии. Здесь мы как бы заготавливаем традиционно. Это мы свиножи делаем как злаковые, так и бобовые. Это и сила с кукурузной. Тоже смотрим в молочной восковой спелости, потому что энергия заключается в крахмале. Чем больше будет крахмала в кукурузе, тем меньше едам концентратов. У меня есть надежда, это мое личное мнение, то, что сейчас поменяется ситуация в лучшую сторону. Почему? Потому что, прежде всего, уже нет того оттока капитала и людей за границу. То есть мы видим, что сейчас основная масса денег, она остается здесь у нас. Естественно, она будет работать. Деньги должны работать. Естественно, эти деньги будут инвестироваться. Раз они будут инвестироваться, ну и под спорчкой дальше начинаем рассуждать. Мы видим здесь, что ситуация должна поменяться в лучшую сторону. А мы видим здесь, что отдельная масса денег, Открывайся. Деньги. Деньга. Деньги. 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 Субтитры подогнал «Симон»!